Сотрудники полиции выявили факты хищения бюджетных денег, выделенных для реализации государственных мер поддержки семьи с детьми. Предварительно установлено, что в группу входили чиновники, жители Ингушетии, а также неустановленные лица. В период с 2019 по 2022 год злоумышленники подделывали договоры купли-продажи объектов недвижимости, а также договоры займа. Для этого использовались поддельные документы детей, якобы рожденных за пределами Российской Федерации. В результате противоправных действий члены группы похитили выделенные для реализации государственных мер поддержки семей с детьми бюджетные средства на сумму свыше миллиарда рублей. Проведено 15 обысков по местам жительства и работы подозреваемых, изъяты документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. В нарколаборатории полицейские изъяли более 120 килограммов запрещенных веществ. Перед судом предстанут четверо обвиняемых. По версии следствия, специально для организации производства наркотиков злоумышленники купили дачу и в хозяйственной постройке оборудовали лабораторию. Необходимое сырье и инструкции они получали бесконтактным способом. Двое из фигурантов занимались изготовлением наркотиков, еще двое их распространением на территории нескольких регионов через тайники-закладки. Администратор и экзаменатор центра тестирования для иностранных граждан подозреваются в организации незаконной миграции. Предварительно установлено, что с 2022 года злоумышленницы подделывали результаты тестирования на знание русского языка истории и основ государственного строя Российской Федерации. На основании этих документов приезжим выдавали разрешение на работу, патент и вид на жительство. Впоследствии они могли приобрести и гражданство нашей страны. По имеющимся данным, незаконными услугами воспользовались более 20 иностранцев. Четверо сообщников обнаружили уязвимость в интернет-приложении для заказа такси и похитили около 5 миллионов рублей. Схемой пользовались с 2022 года. Злоумышленники по отредактированным фотографиям подложных удостоверений регистрировались в качестве водителей, затем создавали аккаунты клиентов, от имени которых заказывали поездки. С помощью подмены координат местоположения они фиксировались как исполненные. После определенного количества успешных рейсов на банковскую карту водителей перечислялись премиальные. Когда система блокировала виртуальных таксистов, аферисты оформляли новые учетные записи. Пять человек подозреваются в приобретении, хранении и перевозке и сбыте товаров без предусмотренной законом маркировки. На складах и точках продажи криминального товара обнаружено изъято более 110 тысяч пачек сигарет стоимостью более 15 миллионов рублей. В отношении участников организованной группы возбуждено уголовное дело. Гражданам США сотрудники оформили разрешение на временное проживание в Российской Федерации. Джозеф Шуцман, его жена Энн и шестеро детей прибыли в Подмосковье в сентябре прошлого года по туристическим визам. Решение покинуть США было принято в связи с несогласием с политикой американских властей и изменениями в законодательстве, связанным с вопросами смены пола несовершеннолетних. Джозеф и Энн выбрали нашу страну, поскольку здесь сохраняются традиционные семейные ценности. В дальнейшем вся семья может получить вид на жительство, а затем и гражданство Российской Федерации.